Конец весны ознаменовался одним из самых ярких событий в культурной жизни Оренбурга. Завершилась праздничная неделя, посвященная 75-летнему юбилею Оренбургского областного театра музыкальной комедии. Позади репетиции, прогоны, волнения. И вот итог. В течение шести дней Оренбургцам представила счастливая возможность увидеть все самое новое и лучшее из репертуара любимого театра. Празднование 75-летия театра началось с премьеры классической оперетты короля вальсов Иоганна Штрауса «Венские встречи». На следующий день в библиотеке имени Крупской состоялась презентация книги о театре музыкальной комедии. С рабочим названием «Музыкальная история в театральных программках». Ну, во-первых, это же ценность, это культура. И это главное, что это история, которая остается в поколениях. Мы там вспоминаем абсолютно всех, кто начинал театр, кто вписал или вписывает в страницы через свои роли, через спектакли. Это итог 75-летия. Ну, наверное, вот это главное. То есть история сохранения ценностей, которая вот есть у нас, ну, в запасе, хотелось бы для широкого зрителя открыть. Юбилейные торжества включили в себя показы лучших спектаклей года. Это и оперетта Имра Кальмана Сильва, легендарный балет «Звезда Парижа», уникальная лиричная комедия «Иванова любовь». Первая и единственная в России театральная версия фильма «Иван Бровкин на целине». Перед каждым спектаклем или концертом виновников торжества поздравляли многочисленные делегации, начиная с коллег из учреждений культуры и кончая представителями муниципальной и областной власти. Кульминационным событием юбилейной афиши по праву можно считать представленные друг за другом 26 и 27 мая театрализованные «Концерт нам 75 лет» и концерт с экстравагантным названием «Частица черта в нас», режиссером-постановщиком которых является главный режиссер Царицынского оперного театра Михаил Ковальчик. Оренбургский театр, на мой взгляд, полон замечательных, интересных актерских индивидуальностей, тире звезд. Все они достаточно обучены, достаточно профессиональны, владеют профессией очень сложной, и танцуют, и поют, и играют замечательно, и молоды. Оренбургу повезло, не в каждом городе есть театр музыкальной комедии. Любите ваш театр, приходите и получите большое театрное впечатление. В концертах был задействован практически весь творческий коллектив. Представления удивили зрителей яркой и необычной композицией. Вся история театра предстала перед оренбургской публикой в лучших музыкальных номерах, фрагментах и спектаклей разных лет, специально подготовленных для этих концертов. Давайте же вместе еще раз перелистаем некоторые страницы выступлений и насладимся музыкой и игрой наших любимых актеров. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Неудивительно, что на всех юбилейных мероприятиях Москомедия собрала невероятное количество старых и вновь прибывших поклонников своего жанра. Ведь в театре работают люди, беззаветно преданные своему делу, своей раз и навсегда выбранной профессией. Так как у меня родители работали здесь, у меня выбора никакого не было, я рос за этими пулисами, рос на этой сцене, поэтому выбор произошел сам собой, наверное, было предрешено где-то там, сверху. У нас вся жизнь проходит здесь. Даже молодыми были, и вот сейчас уже как бы возраст, а все равно мы не можем пойти в гости, потому что у нас определенный режим. Здесь моя вся семья была, муж работал в оркестре, сын у меня здесь работает, я работаю, поэтому я по-другому даже не могу. Поэтому я нисколько не жалею, что я тут работаю, я горжусь этим. Ну если сюда пришел, то уже отсюда не уйдешь никогда, потому что это любовь на всю жизнь. Театр для меня это все, это моя жизнь, это все, что связано с моей жизнью. У меня семь поколений, все певцы, поэтому как бы все для меня театр. Я родился с этим и умру с этим. У нас труппа замечательная, у нас, вы знаете, на данный момент есть и старшее поколение, есть и среднее поколение. К нам пришла замечательная молодежь, которая работает наравне, у нас очень хорошая труппа. Такие спектакли у нас все хорошие сейчас ставят, то есть у нас и народ идет. И подготовка к нашему юбилейному концерту, у нас была кропотливая, конечно, вся нервная. Ну, как видите, удался у нас концерт, и слава богу. Это мой родной театр, и я его люблю, я прикипел к нему всей душой, всем сердцем. И поэтому 75 лет – это юбилей, который очень меня трогает, очень меня волнует. Я пользуюсь этим случаем и поздравляю всех своих коллег. Это всегда такой праздник. Это история театра за предыдущие пять лет. Это, я не знаю, это новые роли, это новый концерт. Это все настолько новое. И все для вас, все для зрителей. Мы работаем только для вас. Одним словом, коллектив театра провел свой юбилей, как и планировал, пышно, ярко. Нагрянувший юбилей по аналогии со свадебными традициями вполне заслуживает звание бриллиантового. Пожелаем же всем, кто служит театру, чтобы с таким же блеском и успехом проходил москомедия в каждой следующей сезоне. КОНЕЦ